Сейнс Роу 2 Сейнс Роу 2 Сейнс Роу 2 Сейнс Роу 2 Вот таким вот бой бабой мы собственно и будем вершить великие дела Но для начала нам вместе с соседом по палате Карлосом нужно совершить дерзкий побег из казематов Так мы знакомимся с несложным управлением игры, кучей туповатых копов, трупы которых щеголяют неприглядной физической моделью и ужасными тормозами во время миссии Как и порт GTA 4, перенос с консолей Сейнс Роу 2 получился не слишком удачным в плане оптимизации Иногда задержки доходят до крайности, когда управлять машиной становится практически нереально Но одолев первый шок от неоптимизированности, мы оставляем тюремный застенок и устремляемся на свободу Что же нам там делать? Ну, для начала приодеться В тюремном комбинезоне нашему персонажу почему-то не дают проходу на улице, причем преимущественно копы В магазине выбор одежды под стать редактору персонажа От Трусарди до Носковича Правда за все надо расплачиваться бабосами Также можно закупиться оружием, собственной хатой и всякими прибамбасами для нее Типа домашнего кинотеатра и пуфика для ног Деньги на все эти излишества можно заработать в миссиях Которые обозначены на миникарте специальными значками Набор заданий не сильно разнообразен В основном сплошные убийства, угоны, погони, спасение нужных людей и разборки с людьми ненужными Также есть настоящие гоночные миссии И такие человеколюбивые задания, как наведение ужаса и паники среди местных жителей за 3 минуты Некоторые задания продвигают нас по сюжету, который не имеет четкой структуры А завязан на разборках с местными бандюками Но большинство миссий просто способ заработать деньги и очки авторитета Есть даже полицейские миссии, направленные на борьбу с преступностью Типа клин клином вышибать Но основная суть заданий сводится к банальному уничтожению всех и вся Порой это выглядит забавно, местные персонажи смотрятся очень карикатурно И посмеяться над их злоключениями одно удовольствие Но все это со временем надоедает, как вчерашняя жвачка В Saints Row 2 мы встречаем все то, от чего избавилась серия GTA в четвертой части Повышенная аркадность, излишние элементы прокачки персонажа Миссии из разряда убей 300 китайцев, гаитянцев или африканцев и тому подобное Нет, в игре много интересных фишек Неплохой мультиплеер, отличный саундтрек и озвучка персонажей Разнообразие автомобилей и оружия Даже мобила есть, по которой можно позвонить братанам Но проекту не хватает глубины Глубины сюжета Глубины проработки миссии Глубины характеров персонажей Глубины режиссура кат-сцен Глубины прорисовки картинки Словно мы снова вернулись во времена Vice City или San Andreas С последней игрой у Saints Row, кстати, очень много общего Ну а если вас не пугает возможность вернуться в те славные годы Если вы не боитесь тормозов и однообразных миссий Если хотите просто погонять по виртуальному городу Побегать от полиции Подавить разяв пешеходов И дать жару местным водилам То добро пожаловать в квартал всех святых Уличные псы Уличные псы, забери тебя в носы Давайте скажем ух, давайте скажем ух, ух Раскачаем всех, раскачаем все Улицы, давайте скажем ух, давайте скажем ух Я разорву каждого, кто посарится на мое племя Время, расплаты, время Уничтожать больные садом Правда на моей стороне Пусть горит в огне Любая критика, статистика